Отличить злокачественную меланому от обычной родинки, которую еще называют НЕВУ, сможет специалист. Часто проверить свое здоровье самим врачам некогда, а это неправильно, уверено в департаменте здравоохранения. Поэтому в Владимирской области стартовала профилактическая акция «Берегите друг друга». Направлена она на раннее выявление онкологических заболеваний кожи. В рамках этой акции с марта месяца по декабрь все работники медицинских учреждений будут осмотрены врачами-дерматологами. Всего охватить планируют 68 медицинских организаций региона. Начали с работников Красного Креста. Проверяют, к слову, не только врачей средний и младший медперсонал, но и административных сотрудников. Осмотр проводят врачи-дерматологи-онкологи Владимирские и Нижегородские. Они рассказывают, что в последнее время в диагностике и лечении онкозаболеваний кожи происходит настоящая революция. Мы выявляем тех пациентов, которые бы еще очень многие месяцы или годы не обращались за специализированной медицинской помощью. Наша задача как можно рано выявить пациента и затем передать его из рук в руки нашим коллегам-онкологам. К акции сегодня присоединился и главный медик области. Алексей Мазалев на своем примере показал, как проходит осмотр. Пациент заполняет карточку, затем беседует с врачом, который выясняет, нет ли жалоб. Сам профилактический осмотр проводится методом дерматоскопии, а также ее фото- и видеоразновидностей. Это когда с помощью специального прибора, вроде мощной лупы с подсветкой, врач внимательно рассматривает родинки на теле человека и выявляет те, которые могут быть опасны. Привлекают внимание у меня родинки крупного размера, либо мелкие, но при дерматоскопии они должны отличаться от остальных родинок. Заподозрить неладное обычному человеку можно, если старая родинка вдруг начала внезапно расти, или появились новые, которые зудят, имеют неправильную форму и увеличиваются. Появление новых родинок после 35 лет – повод обратиться к врачу. Если жалоб нет, все равно проходить осмотр у врача-дерматолога-онколога нужно регулярно. И себя, и близких, и родных, и знакомых, и коллег всегда призываю. Нужно делать раз в год обязательно. Подобные профилактические проверки, по словам медработников, очень нужны, причем во всех трудовых коллективах. У меня их вообще нет родинок. Но вот у меня внук до 30 лет, у него родинки есть. Я ему говорила, он не слышит, не слышит и не слушает. А если бы такая акция была, где он работает, ну в частной фирме работает, может быть он и прислушался. Всего профилактический осмотр в рамках акции пройдут более 23 тысяч человек.